Всем привет, с вами я, Эд Скайбер, и сегодня у нас обзор линейки компании Xiaomi. Да, головной компании, дочернюю компанию Redmi мы уже разобрали, ссылочка выйдет здесь сверху, и также будет ссылочка в описании, если вы хотите посмотреть все линейки компании Redmi, то, пожалуйста, приглашаю вас к этому. Компания Xiaomi, набирающая великолепную популярность, занимает всего лишь шестое место в мире и четвертое в Китае по объему производства продаж смартфонов. Представляете себе, Xiaomi Corporation, это китайская компания, основанная Лей Цзюнем, в 2010 году, с 2018 года является публичной. Одна из самых интересных, инновационных и таких вот правильных компаний, особенно для стран СНГ, это, наверное, компания одна из самых лучших. Но пока она не на первом месте, ей надо подвинуть компанию Apple, Samsung, Huawei, Oppo и так далее, другие компании, и тогда она выйдет на чистое первое место. В общем, друзья, сегодня поговорим о линейках, то есть мы не будем говорить подробно о всех характеристиках тех или иных телефонов, но разберем линейки этих телефонов, чтобы понять, где какой телефон находится, почему один стоит дороже, другой дешевле, ну и так далее. В общем, давайте начинать. Первая линейка под названием Mi Max. Здесь два телефона, Mi Max 2 и Mi Max 3. Mi Max 2 стоит около 170 долларов и Mi Max 3 около 250 долларов. Это такие, друзья, планшет-офоны. Давайте пробежимся по характеристикам Mi Max 3. Mi Max 3 экран 6,9 дюймов, вдумайтесь только, да, почти что 7-дюймовый экран. Это IPS-матрица Full HD плюс разрешение 445 ppi. То есть, смотрите, несмотря на то, что это очень большой экран, здесь очень много пикселей на дюйм и великолепно у вас будет изображение. Процессор здесь 636 Snapdragon. Хотелось, может быть, уже немножко побольше, но в 2018 году 636 был просто великолепным процессором, который был популярный и энергоэффективный, и он очень мало кушал батарею за счет своей энергоэффективности. Видеоускоритель Adreno 509, версия на 464, в Antutu убивает приблизительно 118 тысяч баллов. И батарея здесь, внимание, 5500 мАч. То есть, одна из самых больших в связке с 636 Snapdragon, она просто решает, друзья, ее хватает надолго. Но многие пользователи жалуются на то, что батарея садится сильно. Возможно, здесь проблема в оптимизации. Габариты этого телефона 87,4 на 176,2. То есть, это большущий телефон, 221 грамм весит. И основная камера на 12 мегапикселей f1.9. Да, если вы любите поглощать контент, если вы любите играть в игры, здесь стереодинамики. И для YouTube это, наверное, самое лучшее решение. Потому что кто-то хочет купить планшет, но достойных планшетов на Android сейчас почти что нет. Поэтому, наверное, Mi Max 3 является таким оптимальным решением между планшетом и телефоном. Потому что большой экран, удобный для того, чтобы потреблять контент. Пока мы, друзья, продолжаем. Я поощряю вас подписываться также на Telegram канал со скидками. Там вы, кстати, найдете телефоны компании Xiaomi. Самые-самые дешевые варианты. И у тех продавцов, которые не кидают. То есть, проверенные хорошие продавцы, которые доставляют и проблем с этим никаких. Поэтому обязательно проходите по ссылочке и подписывайтесь на Telegram канал. Следующая линейка под названием A. Это такая особенная линейка. Мы ее отметим другим цветом. Здесь телефоны Mi A1. Это очень популярный телефон был. Mi A2 в этом году и в прошлом году не зашел так сильно, как A1. A1 был просто мега популярным телефоном. А второй почему-то немножко прошел мимо. Не знаю почему. И также A2 Lite. Эти телефоны чем отличаются? Они отличаются тем, что здесь голый Android стоит. И тем, что компания Xiaomi предоставила нам такую возможность, хочется сказать им большое спасибо. То есть, у них есть собственная оболочка MIUI. Но они взяли и выкатили телефоны на голом Android. Хотите, пожалуйста, друзья. Хорошие характеристики, великолепные. Да без проблем. Вот. И это очень-очень приятно. Давайте пробежимся по характеристикам. Mi A2 Lite. Мне кажется, это очень интересный телефон. Здесь экран 5,84 дюймов. Full HD Plus разрешение 432 ppi. Такой небольшой экран с челочкой сверху. 625 Snapdragon. Очень такой хороший процессор. Но немножечко уже устаревший. Но тем не менее, он неплохо справляется со своими задачами. Версия на 3.32 начинается. И в Antutu приблизительно 76 тысяч баллов выбивает этот телефон. Батарея здесь на 4000 мАч. И это великолепно. Также один из плюсов этого телефона. Тройной SIM лоток. То есть, сюда можно установить 2 nano SIM карты плюс microSD. А еще расширить свою память до невообразимых просто пределов. Габарит этого телефона 71,7 на 149,3. То есть, это не совсем такой большой компактный телефон. Основная камера на 12 мегапикселей. AMX 486. Апертура f2.2. И стоит этот телефон приблизительно около 9 тысяч рублей. Или же около 135 долларов. Самое главное преимущество этого телефона то, что он входит в программу Android One. Да, этот телефон работает на чистом Google. Также вы можете ожидать обновления Google. Да, одним из самых первых. Есть определенные люди, определенные любители именно чистого Google. Да, и для них этот телефон, наверное, будет одним из самых интересных. Также можно обратить внимание на Mi A2. Этот телефон тоже очень хорош по характеристикам. Следующая линейка. Давайте ее немножко разобьем. Это Mi Lite. И на данный момент у нас есть только один телефон. Mi 8 Lite. В районе 200 долларов он стоит сейчас. Хорошие, конечно, у него характеристики, показатели. Хорошая камера, хороший процессор. В принципе, стеклянный корпус и так далее. Но сейчас вышел Note 7, который, по сути, является ему прямым конкурентом. И компания Xiaomi немножечко сама себя задавила. Mi 8 сейчас пытается на Алиэкспрессе продавать с большими скидками. Сейчас он в районе 200 долларов, чуть меньше. Но если подождать где-то около полугода, и компания Xiaomi их не успеет распродать или не сможет этого сделать, то, наверное, их будет сливать совсем по дешевой цене. Следующая линейка Mi SE. В прошлом году появился 8 SE. Он не вышел на глобальный рынок, и это многих расстроило, потому что показатели этого телефона были хорошие. Сейчас он стоит около 15 тысяч рублей или же 250 долларов. Но туда можно было накатить только какую-то кастомную прошивку. Люди, конечно, не хотели с этим заморачиваться, потому что многие не понимают в этом. В общем, телефон прошел немножечко мимо. Но в этом году 9 SE стоит около 310 долларов или приблизительно 21 тысячу рублей, и он вышел на глобалочке. Там есть абсолютно все, что нужно. Я, друзья, вам сразу анонсирую, этот телефон идет ко мне, и скоро мы будем делать на него великолепный обзор. Очень интересно подержать в руках, что это за аппарат такой. Значит, по характеристикам Mi 9 SE здесь 5, 79 дюймов, Full HD+, разрешение экран, 432 ppi, и это AMOLED матрица. Здесь, то есть AMOLED и сканер отпечатка пальцев встроены прямо в экран. Все протестируем и проверим. Процессор здесь новый, 712 Snapdragon в виде ускорителя Adreno 616 и версия на 664. То есть здесь 6 гигабайт оперативной памяти идет сразу же в стоке, и это очень здорово. В Antutu он набивает приблизительно 180 тысяч баллов. Батарея 3070 мАч, не такая большая, но здесь первое AMOLED матрица, второе новый процессор. Это должно каким-то образом спасти. Габариты этого телефона 70 и 5 на 147 и 5, то есть это очень такой хороший габаритный телефон. Камера здесь на 48 мегапикселей, и это не интерполяция, это настоящая правильная камера на 48 мегапикселей. Апература f1.75, камера Sony IMX 586. Также здесь, друзья, есть NFC, и стоит этот телефон приблизительно 310 долларов или около 21 тысячи рублей. Мне кажется, это один из самых интересных вариантов сейчас на рынке, потому что такие характеристики, ну, за такую цену это очень вкусно. Ну и выглядит телефон, конечно, просто великолепно. Наверное, он будет входить в тройку лучших компактных телефонов сегодня на рынке. Следующая линейка под названием Mi. Сюда входят уже непосредственно флагманы, то есть, так скажем, основные флагманы этой компании. Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и новинки этого года Mi 9 и Mi 9 Transport Edition. Mi 9 и Mi 9 Transport Edition, наверное, сейчас дорогие. Mi 8 Explorer Edition тоже сейчас ценник не падает так сильно, но вот Mi 8 можно взять за хорошую цену. И давайте обратим внимание на характеристики этого телефона. Экран 6,21 дюймов, Full HD+, разрешение, и это AMOLED-матрица. Здесь топовый процессор прошлого года, 845 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 630, и версия начинается на 6,64. В Antutu выбивает приблизительно 290 тысяч баллов. То есть, здесь, друзья, все по полному топу. Батарея на 3400 мАч небольшая, но, в принципе, энергоэффективный процессор, AMOLED-экран, должны помогать в этом плане. Габариты этого телефона 74,8 на 154,9. Можно сказать, это немного меньше, чем средний уровень 2019 года. Камера Sony MX363 на 12 Мп, апертура f1.8. NFC присутствует. И ценник этого телефона. Вы можете взять версию Global ROM где-то за 20 тысяч рублей, или же приблизительно 300 долларов. А что такое Global ROM? Если вы не понимаете, то лучше не брать эту версию. То есть, если вы разбираетесь, вы можете спокойно перепрошить этот телефон на русскоязычную версию, или же, можно сказать, на глобальную версию, и тем самым сэкономить приблизительно от 40 до 50 долларов. Но если вы в этом не понимаете, то лучше возьмите версию Global за 24 тысячи рублей, или же приблизительно 350 долларов. Тогда у вас проблем не будет, и в кирпич ваш телефон тоже не превратится. Мне кажется, сейчас Mi 8 это самый, наверное, правильный телефон, потому что прошивку сейчас допилили, до идеала. Камеры стали снимать лучше. Тормозов, подлагиваний, каких-то других косяков нет у этого телефона. Наверное, самый готовый и правильный продукт на данный момент это Mi 8. Ну и последняя линейка в компании Xiaomi под названием Mix. То есть Mi Mix. Здесь телефоны Mi Mix 2, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Я бы обратил ваше внимание на Mi Mix 2S. Наверное, сейчас это один из самых интересных телефонов, потому что ценник его упал тоже в районе 300 долларов, а показатели у него почти что как на Mi 8. Также там есть NFC, все остальные плюшки, и телефон действительно по форм-фактору очень интересный. Наверное, аналогов у этого телефона просто-напросто нет, потому что сверху он абсолютно безрамочный, снизу идет борода, куда встроена фронтальная камера. Выглядит интересно, необычно. Также керамический корпус, это просто топчик. Ну и Mi Mix 3, конечно, один из самых интересных телефонов сегодня тоже. Таких необычных. И там форм-фактор еще более интереснее, потому что это слайдер. Один из самых первых слайдеров и доступных сейчас на рынке, это Mi Mix 3. Если вам интересна такая идея, то, пожалуйста, приобретайте себе. Он тоже есть в глобальной версии, но ценник сейчас достаточно дороговат. Давайте обратим внимание на все линейки компании Xiaomi. Здесь есть Mi Max, то есть большие телефоны. Линейка A, это голый чистый Android, и дальше идет, так сказать, предфлагманская линейка, флагманская линейка и еще одна флагманская линейка. То есть на выбор, друзья, все, что только хотите. Вот яблочники, да, у них жизнь просто очень-очень скучная. Один телефон выходит в год, и вот тебе и все дела. У компании Xiaomi что ни день, то новиночка. Поэтому, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео. Всем хорошего настроения, всем позитива и добра. С вами был я, Эд Скраббер. Не забывайте про телеграм-канал. Там находятся все ссылки на эти телефоны, на интересные решения, на телефоны с большими скидками, на другие продукты и так далее. С вами был я, Эд Скраббер. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.